Ежедневно спокойствие порядка 120 тысяч граждан железнодорожного района Гомеля обеспечивает по 2-3 автоэкипажа патрульных и пешие наряды милиции. За безопасностью на дорогах следят инспекторы ГАИ. Насколько спокойно на улицах областного центра и на дорогах Гомельского района в один из пятничных вечеров, узнала наша корреспондент Вероника Гомзюкова. Начинается речь проверки пеших отрядов патрульно-постовой службы. Милиционеры докладывают о нарушениях на их участке, а проверяющий выслушивает доклад и дает указания рекомендации по выявленным недостаткам в работе. Параллельно в деревне Лопатино Гомельского района проходит рейд ГАИ. Начинается он в 18 часов. Первый, кого останавливает инспектор – велосипедист, который едет прямо в проезжей части. С мужчиной проводят разъяснительную беседу. На вопрос, почему он движется без фликера, уверенно отвечает. Еще светло, а в темное время суток я не езжу. Велолюбители напоминают, что такая обеспечность может закончиться трагедией. Следующая в поле зрения инспекторов – подростки, парень и девушка. У нее фликер потертый и старенький, однако есть, а вот у парня отсутствует. Инспекторы проводят беседу с детьми и вручают фликеры. Через 40 минут с начала рейда становится совсем темно, и пешеходы уже не заметны на дороге. Прямо навстречу сотрудникам ГАИ идет девушка, фликер держит в руке. На вопрос, почему так, отвечает, что здесь машина ездит нечасто и необходимости в светоотражающих элементах нет. Через несколько минут мимо проходят четыре школьницы, все без фликеров. Инспекторы исправили эту ситуацию. Будем каждый день носить, но 100% будем ответственными. Вы знаете, на чего нужны фликеры? Чтобы быть во время ночи, ну, когда в темное время суток видимыми. Следующие, кого останавливают – велосипедист. Его с трудом увидели в темноте даже инспекторы. По правилам, в темное время суток велосипедист должен передвигаться в световозвращающей жилетке, а свое транспортное средство обозначить катафотами. С мужчиной проводят беседу и дарят ему жилетку. Теперь его будет видно издалека. Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование световозвращающих элементов при движении в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости, пешеходы, либо велосипедисты будут привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, либо наложения штрафа от одной до трех базовых величин. Если еще вдобавок к этому пешеход находится в нетрезвом состоянии, то штраф составит от трех до пяти базовых величин. Тем временем продолжается патрулирование улиц Гомеля. В 19.10 патрульные замечают первого нарушителя. Мужчина идет по улице, шатаясь. Правоохранители останавливают его и задают ряд вопросов. После этой стандартной процедуры гражданина забирают для проверки в отделение. Уже на месте все его вещи переписывают, а мужчину опрашивают. Пока проходит опрос, патрульные приводят еще одного нарушителя. Мужчина ведет себя вызывающе, предлагает всем подраться. После фиксации личных вещей и составления протокола обоих садят в служебную машину и везут в отрезвитель. В спецприемнике врачи проверяют двух нарушителей на наличие алкоголя, а также осматривают. После этого их оформляют и сообщают родным о местонахождении и близких. Теперь мужчинам предстоит провести ближайшую ночь здесь. Мы отправляемся на патрулирование улиц дальше, прибываем в другой опорный пункт. Здесь уже есть несколько задержанных. Сейчас с ними работают участковые и оперативники. Отсюда едем на вызов, мужчина ломится к соседям в дверь. Милиция выезжает на место, однако нарушитель ушел. Патрульные обходят дом и сталкиваются с мужчиной, на которого поступила жалоба. Его везут в опорный пункт. При установлении личности оказывается, что мужчина состоит на учете в психиатрическом диспансере. Теперь его должны забрать в специальное учреждение. Второго человека отправляют в изрезвитель. Здесь и заканчивается наш рейд. За пятницу каких-либо серьезных происшествий в железнодорожном районе зарегистрировано не было. За сутки задержали 15 человек. Вероника Гомзюкова, Андрей Иванов, Евгений Макенко. Специально для программы «Дефакто». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!